Добрый вечер, дамы и господа. Поговорим сегодня о замечательной дате, которая произошла накануне. Марти Макфлай прилетел в будущее. Об этом уже, наверное, миллионы людей сделали видосы в YouTube. Но я решил тоже сделать об этом видос, потому что это такая тема футуристическая, о которой я не могу не поговорить. Потому что когда-то у меня была группа Ультрафутура, и я считал себя, да и считаю до сих пор, человеком помешанным на фантастике, на футуризме, футурологии, предсказаниях будущего и всяких таких вещах. Поэтому, конечно, я посмотрел обзорчики, естественно, разных людей на эту тему. Поэтому обзорчики меня поразили тем, что люди начинают маниакально сравнивать то, что в фильме, и то, что в настоящем моменте. И, соответственно, сравнивать не в пользу этого настоящего момента. С сегодняшнего дня отмечают, что этот сегодняшний день значительно более серый, менее продвинутый технологически, убогий даже. Ну, много демотиваторов, естественно, развелось в сети, где Док и Макфлай сидят на помойке, причем на русской помойке. И говорят о том, что они явно перепутали год. Ну, то есть, вообще, конечно, сразу возникает мысль, а почему Док и Макфлай залетели на русскую помойку, а не, скажем, на американскую. Почему вообще средства массовой информации в России уделили этой дате такое пристальное внимание, вот это вот просто совершенно непонятно. Слушал я радиопередачку Даренко, который тоже маниакально сравнивал все, видимо, по списочку. У него там был списочек, который он вычитывал в эфире. И там, ну да, вот, ботиночки-то не завязываются сами, курточка-то не сушится, пицца не растет и так далее, и так далее. Но я думаю, что хотя бы то, что камера летает, и то, что у Дока что-то вроде мобилы, которые он снимает все вокруг, это уже как бы даже такие маленькие черточки, они вполне достаточны для того, чтобы сказать, что Замекис гениально предсказал будущее. А все остальное не более чем сатиры, летающие доски, всякая фигня, и уж тем более летающие автомобили. Я думаю, летающие автомобили, это, конечно же, ирония, потому что ни один вменяемый человек не может подумать, что летающие автомобили в самом деле станут частью нашей реальности, потому что человек так устроен, он боится летать на самолете. Тем более, если этот транспорт станет таким летающим, то сколько людей отважится на нем летать? Вы, наверное, знаете, что существует малая авиация, то есть вот эти все маленькие самолетики Cessna, которые весьма доступны по цене и стоят едва не столько же, сколько стоит, ну, в общем, дорогой, но доступный автомобиль. То есть средний класс американский мог бы себе позволить, практически весь этот средний класс мог бы позволить себе такие самолётики. Однако чего-то он не позволяет себе эти самолётики, и не потому что кто-то его ограничивает, а потому что люди просто боятся летать. Люди просто элементарно, не все люди экстремалы далеко. И на этих летающих досках тоже на самом деле далеко не все бы ездили, летали по воздуху. То есть всё это фигня, если честно. То есть это абсолютно те изобретения, которые даже могли бы, наверное, существовать в нашей реальности. Мы не говорим о каких-то технологических трудностях. Просто если бы был действительно спрос, то он бы родил предложение. Спрос невероятно мал на это. Люди трусят. Сколько раз я наблюдал, перелетая через океан, как люди, входя в салон самолёта, чуть ли не крестятся и падают в свои кресла, трясясь от ужаса. И я честно вам скажу, что я небольшой любитель трансатлантических перелётов, да и вообще перелётов на самолётах. Я не могу сказать, что я там очень сильно пугаюсь, но тем не менее, мне это не выставляет радости. Представим себе, что все автомобили стали бы летать. Я думаю, что это был бы настоящий ад. Именно потому, что столкнувшись в воздухе, такие автомобили рухнули бы на землю. И у пассажиров, и, в общем-то, такого транспорта не было бы никаких шансов спастись. Потому что рухнув даже с высоты 4-5 метров, такой автомобиль, я думаю, пострадал бы значительно сильнее, если бы он столкнулся просто с каким-то препятствием на земле. То есть шансов выжить не было точно никаких совершенно. Поэтому и такой вид транспорта представляется у меня абсолютно бессмысленным, нерентабельным, утопическим. И непрактичным совершенно, а значит, его не будет просто никогда. Да, даже если бы открыли какие-то особые виды двигателей, какую-то антигравитацию, я совершенно не уверен, что это было бы так уж безопасно. А, ну, вообще-то это все, наверное, когда-то откроют. Но посмотрим. Вообще, как изменяется наша жизнь, предсказать довольно сложно. То, что говорил Доренко в своей передачке о том, что, дескать, интернет – это такое, ну, как бы, что-то ничего не значащее. То есть он старался как-то это все умолить значение всех этих вещей. Я думаю, что совершенно напрасно, потому что интернет дал нам возможность невероятную, в том числе ютюбчик пресловутый. То есть мы теперь все стали еще и телевизионщиками, более-менее умелыми, но какая разница. Самое важное, что о таком, в далеком 89-м, почему-то никто даже помыслить не мог. Даже в самых каких-то, ну, я не знаю, может быть, были какие-то фильмы или книжки, где ютюб был предсказан. Я, честно говоря, сейчас навскидку такое вспомнить не могу. Наверное, может быть, и были, а может быть, и нет. Не важно. В общем, как я уже сказал, два таких, две таких черточки, как что-то вроде «телефончика» и что-то вроде «ищу чего-то». Этого вполне достаточно для того, чтобы сказать, что фильм действительно хорош, даже в плане, несмотря на то, что он не претендовал, конечно, ни на какую футурологию. Это же все-таки фантастическая комедия. Я не знаю, насколько вообще всерьез можно наноситься к фантастической комедии. С таким же успехом можно сказать, что там «Машина времени» в джакузи. Это тоже какое-то предсказание. «Будущее». Хотелось бы также в связи с Замекисом сказать, что фильм «Прогулка» на самом деле получился совсем неплохим. Это действительно тот фильм, который я ожидал, и которые ожидания меня не обманули. То есть это действительно тот фильм, который я посмотрел с удовольствием, и нисколько не обманулся в своих ожиданиях, и все здесь совершенно шикарно. Я не знаю, насколько он... Ну, как будто бы он нравится всем. Но это здорово, что он нравится всем. Что еще сказать? Потому что фильм мне очень близок. Близок тот персонаж, который в этом фильме имел место. И я очень понимаю, как готовятся такие акции. В общем, сам переживал подобные ситуации в своей жизни. И, конечно, то, что этому человеку все это удалось, это очень круто. Это действительно выдающийся перформер, по-настоящему выдающийся перформер 20 века. И то, что они сняли еще при жизни художественный фильм, это действительно круто. Значит, не все так плохо в этой жизни. Спасибо за внимание. Чай-чай. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Что-то я был сегодня не очень многословен и не очень, прямо скажем, какие-то важные вещи сказал. Но, тем не менее, надо было отметиться. Спасибо. 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 Спасибо.